Знаете, я так благодарна Богу за приезд брата Ивана. Я посмотрела на него, и мне стало так стыдно. Я думаю, ты же такая же была отмороженная в первые годы жизни. Почему ты это не сохранила? Тогда пусть бы кто-нибудь попробовал мне сказать, что у меня чего-нибудь не получится. Хотя обстоятельства в течение многих лет говорили мне обратные вещи, я реально была как отмороженная. Я ходила верой, я жила верой, я провозглашала верой. Я по многу часов держалась из поведания, упования неуклонно. И все великие чудеса в моей жизни, они произошли именно через вот такую безумную веру Христователла. Аминь! Я благодарна Богу, что я вернулась в эту веру. И я знаю, она и была всегда, и она у тебя есть. Просто нам нужны вот такие свидетели веры, которые бы вновь зажгли этот огонь. Так уж мы устроены, что иногда мы угошаем этот огонь. Но слава Господу, которую написал в Ефесской церкви. Зачем ты оставил первую любовь? Возвращайся. Там же было лучше. Там же было круче. Там не было ни одной причины, чтобы я засомневалась в том, что моя дочь, которой был поставлен диагноз в 7 или 8 лет, что она всю жизнь будет два раза в год лежать в больнице. Ей нужно специальное питание. Она будет всю жизнь на таблетках, потому что это диагноз неизлечимый. Почему? Тогда она лежала под капельницей, а я ходила и кричала, «Нет! Моя дочь будет здорова!» Все видимое говорила об обратном. Светила Малиевский, детская республиканская больница. На нее студентов приводили в больницу из мединститута, как на тиковинку. И говорили, «Вот, смотрите, это редкое заболевание. Таких очень мало. Вот, посмотрите». И он мне такие пасни рассказывал. Но я была мороженная тогда. Я говорила, «Нет, нет, нет!» Слово Божье говорит обратное. Слово Божье говорит, что рада ли Иисуса, она исцелена! И это был последний раз, когда она лежала под капельницами. Первый и последний. Сегодня она здесь, ей 28 лет. Она может сказать, «Нет больше капельниц!» Она не сидит на лекарствах. Она не соблюдает специальный режим питания. Она живет нормальной, полноценной жизнью. Аминь! Почему тогда я была такой сумасшедшей? Мой дом горел, все горело, все нажитое тяжким трудом. Это было так. Мы вернулись с севера. И у меня было столько, ну, действительно, было. Были деньги, было оборудование, музыкальное, холодильник, Микроволновка французская. Тогда это все было... Чего вы смертесь? Тогда это было тяжело. Тогда это мы зарабатывали. И все это горело ярким пламенем. А я бежала от светофора в одних носках в октябре по лужам и говорила, «Баб, ничего не забирать, не дав, за ним еще лучше!» Пожалуйста, вы так смотрели на меня, которые пришли и говорили, «Бедная женщина, наверное, у нее шок». А я говорю, «Мужчина, говорит, это я про Господь мне даст еще лучше!» И с отгоревшей Библией, как обмороженная, без всякого блага, без всяких знакомых, без всяких взяток, ходила по кабинетам и говорила, «Мой Бог вместе со мной решает мои проблемы!» И через меньше, чем через полгода я получила три квартиры! И это были не квартиры где-то в Дионе, в Затоне, там где-то, я не знаю, у черта на куличиках. Это было три квартиры. Одна из них моя была в элитном доме, он до сих пор стоит первый из элитных. Бульвар Ибрагимова, 53. Высотный дом, паркетный пол, 66 квадратов на семью из трех человек! Это вообще не дают погорельцам никогда! А кроме меня еще свекрови в Каменном переулке 7, заловки в Каменном переулке 7, одна двухкомнатная, 54 квадрата, и другая однокомнатная. Такого не бывает для погорельцев! Кто-нибудь слышал когда-нибудь о погорельцах? Вы понимаете, что такие квартиры не получают погорельцы? Я через пять месяцев с небольшим получила эти квартиры. У меня столько потрясающих свидетельств! Когда я просто была как сумасшедшая, я выходила и кричала, а я не принимаю это! Я не принимаю это! Я говорю, что мой Бог жив! У меня 20 миллионов долгов было! А Господь говорит мне, я разрушил проклятие долгов! И я получила не просто обратно, я получила намного больше! 11 миллионов, которые я вложила в Аполлон, а он оборудился. Все люди плакали, стояли. А я вместе с судебным приставом со стоянки угоняла КамАЗ и продала их за 42 миллиона с лишним. Это тот же самый иск к Аполлону, но никто не получил, кроме меня! Потому что я заходила к Юдину в суд и говорила, мой Бог жив! А этой помощнице Валентине говорил, Валентин, у тебя есть проблемы, я сейчас помолюсь, они решатся. Я была сумасшедшая тогда, я верила в Слово Божье на сто процентов. И Валентина сказала, только никому не говорите, ты получишь свои 240 процентов годовых. Я положила 11 миллионов, а взяла 42 миллиона. Я не просто свои вернула, у меня было обетование, ты получишь жизнь с избытком, я говорила дьяволу, ты мне отдашь все. И он мне отдал. И у меня столько таких благословений, у меня столько таких свидетельств. Знаете, почему они были? Потому что я просто зашел это вот так, свои глаза духовные, взяла вот это слово, как меч, и говорила, сбудется моим Иисусом Христа то, что я сейчас провозглашаю. И я провозглашаю, и я провозглашаю. И знаете, в чем была проблема? Я думала об этом эти дни. Я получила очень сильный удар. Одно из моих слов не исполнилось, мой муж. И после этого я споткнулась. Так вот, какие бы удары не приходили в твою жизнь, никогда не спотыкайся. Продолжай стоять в вере. Даже если что-то из твоих прошений не исполнится, никогда не позволяй себе засомневаться в силе Божьей. Аминь! Бог творит чудеса. И нам нужно стоять, как воины, на слове, которое он вам даёт. Аминь! Поэтому, драгоценные мои, я просто всем вам говорю, вначале должно быть слово. Аминь! Вначале было слово. И оно есть вначале. Очень важные вещи сейчас вам скажу. Это не означает, что надо забыть всё остальное. Перестать читать книжки, классику, перестать учиться в институтах, перестать всё это делать. Нет. Я нисколько не жалею о том, что я психолог и коуч. Я нисколько не сожалею о всех тех вещах, которые я познавала, кроме этого. Но цель моя была всегда только одна. Для чего я туда пошла? Это, как вам рассказывают, те самые костыли, без которых люди, оказывается, не могут. Мне не нужна была ни психология, ни коуч. Все чудеса я получила без психологии и без коуча в своём время. Но я увидела, что многие люди не получают откровения. Так, как я их получала. И я стала думать, как же так? Нельзя же, чтобы эти люди спаслись. И я стала искать другие пути, как помочь и приблизиться к Богу. Но всегда Бог видит в моё сердце. Всегда я сто процентов знала, что это не спасает. И это не помогает. Это для меня была только сеть, в которой я ловлю рыбку. Для Иисуса. И здесь много такой рыбки, которую я выловила. Если я сейчас скажу, поднимите руки, кто пришёл через психологию, через консультации ко мне, кто принял Иисуса Христа именно таким способом. Здесь много людей, которые спаслись благодаря этому. Поэтому это всё нужно. Мы должны осваивать всё. Все науки, всё, что нам предлагает Бог. Но мы всегда должны знать, единственное, что на самом деле работает, это Слово Божье. Аминь. У меня всё время было одно и то же Слово. Бог всё творил Словом. Скажи это вслух. Бог всё творил Словом. А теперь попробуй осознать каждое Слово, из которого ты произнес. Даже Бог, Он всё творил, чем Словом. Потому что Бог и есть Слово. Аминь. И нам очень важно с вами понять, какое у меня отношение к Богу, как к Слову. Потому что Бог и Слово, это одно и то же. Я настолько в этот раз для себя ещё раз и ещё раз поняла Слово. Слово. Слово Божье творит. Слово Божье творит. Аминь. Слышите? Слово Божье очень сильно хочет стать плотью. Слово Божье должно воплотиться. Аминь. Аминь. И чего не хватает мне, чего не хватает каждому верующему, это терпение дождаться момента, когда Слово Божье материализуется. Когда оно станет плотью. Бог показал на человечестве, вот эта история, которая продолжалась с сотворения мира до откровения Иоанна Богослова, последнего, да? Вот это всё время, если вы поделите его, вот эти сто процентов, вы увидите, что до того момента, как Иисус, как Слово, стал плотью, прошло очень и очень много времени. О Нём только говорилось. В пророчествах говорилось. Пророк Исаия говорил. Постоянно все пророки говорили. Они предвосхищали приход Мессии. Они всё время говорили, говорили, говорили пророческое Слово. И когда пришла полнота времён, тогда это Слово стало плотью. Знаете, чего нам с вами сильно не хватает? Мы с вами берём иногда Слово. Но оно у нас не проходит вот этот процесс внутреннего, в невидимом мире роста, когда в конце концов из невидимого произойдёт видимое. Мы с вами просто ослабеваем в том, чтобы стоять на Слове. Потому что, представьте, сменилось огромное количество поколений, прежде чем пришёл Иисус. Между моментом, когда был первый Адам и вторым Адамом, прошло сколько тысяч лет? Здесь полно богословов. Сколько тысяч лет прошло? От сотворения мира до Рождества Христова. Как вы думаете, почему Бог столько тысяч лет не позволял Слову стать плотью? Задумайтесь об этом. Каждый раз Он показывал, насколько человеческая натура изменчивая, непостоянная, неверная, неспособная держаться одного пути. Знаете, в чём проблема была народа Божьего, израильского народа? Он постоянно с этого пути уходил. Весь еврейский народ, он постоянно петлял, только вернётся к Богу, к одному единственному. За что всё время шла борьба? Все остальные боги народов – идолы. У них есть глаза, но они не видят. У них есть уши, но они не слышат. Они ничего не делают. А наш Бог что? Говорит! У них есть уста, но они не говорят. А у нашего Бога есть способность говорить. Знаете, в чём проблема наша? Бог с нами не разговаривает. И тогда знаете, что мы делаем? Мы уходим с пути Божьего и начинаем искать другие пути, которые с нами говорят. Нам же интересно, когда с нами говорят. Когда мы читаем какие-то книжки, они нам что-то говорят. Они нам что-то рассказывают. Мы ходим к каким-то экстрасенсам, они нам что-то говорят. Понимаете, мы даже в церкви умудряемся не столько достигать того, чтобы Бог начал говорить к нам, сколько идём к кому-то, чтобы этот человек нам что-то подсказал, посоветовал. Понимаете, в чём наша проблема? Мы верим в Бога, который говорит, потому что в этом разница между идолами. Идолы имеют усаду, не говорят. А наш Бог что? Говорит! Скажи, Бог, в Которого я верю, говорит! Говорит! Говорит, я верю, говорит! И твоя задача – достичь того момента, когда ты услышишь голос Бога. Потому что иначе твоя вера тоже самая нам обогласит. Если Бог не говорит с тобой, если Бог не говорит с тобой через откровение, через Слово Божье, если у тебя нет, если ты не ставишь перед собой вот эту самую главную цель, знаете, во что это всё превращается? В колдовство. Брат Иван почему говорит? Мне многие говорят, ой, вчера такое долгое служение. А знаете, в чём проблема? Он говорит, я не хочу просто исцелять. Потому что тогда я выгляжу, как чародей. Люди не ищут Бога. Они не ищут истину. Они бегут, чтобы скорее он руку положил. Хоп! Исцеление произошло. Вы знаете, где потом эти люди? Неизвестно где. Они исцелённые, носятся опять своими путями по произволу сердца своего. Он говорит, поэтому я специально по пять часов говорю, по шесть часов говорю, потому что я хочу на них донести самое важное, чтобы ты познавал истину. Потому что вера приходит от слышания Слова Божьего. Он говорит, я говорю Слово Божье, говорю Слово Божье, говорю Слово Божье в одной только надежде. Может быть, через какое-то семя к человеку придёт вера. Исцеление не приведёт нас в Царство Божье. В Царство Божье придут верующие люди. А чтобы вера наша росла, нам нужно слышать Слово Божье. Аминь. От того, что на тебя возложат руки, ты не услышишь Слово Божье. От того, что тебя помажут елеем, ты не услышишь Слово Божье. Тебе нужно в первую очередь слышать Слово для веры. Аминь. Вот поэтому Иван говорит, я не люблю. А вы знаете, что увидела? Все нацелены только на одно. Ну когда же начал молиться? Ну когда же начал молиться? Ну что он всё говорит и говорит? Ну говорит и говорит. Ну когда же он начнёт молиться? Ну когда... Вот у нас такая же психология колдовства. Понимаете? Мы не хотим трудиться над верой. Мы не хотим работать над Словом. Он говорит, это Слово нужно 50 раз взять и прослушать этот диск. Послушайте, у кого из вас хватает терпения 50 раз прослушать воскресную проповедь? Хорошо, если один раз вы в ВКонтакте посмотрите её и то так мельком, по косой. Где-то посмотрел, где-то пока ел, где-то пока ещё чего-то делал, где-то пока в шкафу убирался, а на фон он звучал. Вы понимаете? Бог, самое важное, что ищет на земле, да не здоровье ваше он ищет, а вера. И наша с вами задача сделать всё, чтобы для нас Бог не был идолом, потому что даже из Иисуса Христа можно сделать идолом. Сколько лет церковь сделала из него идолом, когда просто приходила и на молчащей иконе отворачивалась и уходила. Что это, не было поклонство, что ли? А когда Библия просто стояла, и ты тоже к ней не прикасывался, потому что она святая. Это что, разве не идолопоклонство? И христианство может быть идолопоклонством, слышите? Если твой Бог молчит, если твой Бог не разговаривает, он ничем не отличается от идола. Потому что именно так Исайя сказал, мы различаем идолопоклонство и живую веру. Живая вера имеет общение. Общение со Святым Духом. Аминь. Если ты даже 30 лет ходи в церковь, но у тебя нет общения со Святым Духом, ты идолопоклонник. И эта вера не приведет тебя к настоящему обетованию. Аминь, ты не войдешь в землю обетованную. Как хорошо Иван сказал, это некоторый вид умственного согласия с Библией. Это некоторый вид умственного согласия с Библией. Я говорю, вы знаете, Иван, по всему видно, люди вы простые, не книжные. Ну видно это, правда? Это я когда вначале сказал. А потом, когда он мне рассказал, что он и того кандидат, и того, и того, и генерал, и то, и то, и то, и там столько у него, и член Академии какой-то. Я вот так на него смотрю, думаю, ничего не пойму. Но на вид-то вообще простой. На вид-то даже немножечко такой, ну вообще не замысловатый. Вообще не замысловатый. А он так улыбается, он говорит, так я специально иногда это делаю. Я, говорит, вообще больше всего боюсь, что включится вот эта старая программа старого Ивана, который был мудрый в своих глазах и разумный перед самим собою. Понимаете, о чем идет речь? И я в этот момент получаю откровение. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, но почитает это безумие. И знаете, я как это слово услышала от Духа Святого, безумие. Ну как оно раскладывается? Без ума. А что означает без ума? Это значит, ну скучно это слово Божье начитать. Для ума нет ничего. Ну такое оно. Вот ум мой. Ничего не получил на проповеди Ивана. Никаких схем, никаких рецептов, никаких для моего ума. Сложно сочиненных предложений, с депричастными оборотами. Понимаете, что такое без ума? Потому что он говорит, я иногда специально делаю эти вещи, чтобы выключить ум. Именно вот это не дает нам с вами жить верой. Когда тебе Дух говорит, иди, молись, возлагай руки, ум должен говорить, стой! А вдруг этот человек не хочет? А вдруг этот человек сейчас не исцелится? А вдруг этот человек сейчас пошлет тебя? А вдруг ты вообще как-то так неправильно скажешь, что он потом вообще к Богу не придет? И у тебя из ума такое послание идет. Прямо много-много-много-много-много-много-много-много причин для того, чтобы ты не исполнил то побуждение, которое было. Бог говорит, иди, служи людям, оставь все и следуй за мной! Мне так Бог говорил в свое время. А я говорила, муж и так не работает, в депрессии сидит. Если я сейчас еще все оставлю. У меня вроде как ребенок, но мне так говорили, не совсем здорово. Плоть же он ваш тоже включается, да? Я думаю, как интересно мы жить-то будем. И мы такие, три бизнесмена. Галя Иванова, Оля Росомахина и я. Садимся и кумеплим. Давай, забарим бизнес. Что будем делать? Сначала маслопресс нам какой-то, Галя. Помнишь, мы там из чешмол гнали. Будем масло давить. Потом думаем, ну это же все на Божье тело. Мы же в Божьей программу будем в офисе. А что-то не идет никак маслопресс. Никуда вообще не идет. Потом мы, а, ну его масло при туалетной бумаге будем делать. Галя, помнишь, втроем. Мы сидим на кухне у меня. А Бог уже чудеса творит в моей жизни. Я уже в новой квартире сижу. А мы сидим и думаем, сейчас мы бездна закрутим. А Бог мне говорит, оставь все и следуй за мной. Я говорю, Господи, а как жить-то тогда будем? На чем жить будем? Потому что я вроде как мапа. Но сильная депрессия у меня муж. Он никак пока не может взяться за работу. А если взялся, то одному так накатил. Потом у меня вся церковь чуть не ушла из этого самого. Я тогда была ледиа прославления. Он с одним этим мужем, сестрой, короче. Он говорит, Господи, присти меня. Что-то есть молния? Ну, наверное, надо. И я вспоминаю, как я такая счастливая. Думаю, ура! Он пойдет. А тот вроде как почти верующий брат. Думаю, он там с моей поговорит. И все будет нормально. День прошел. Приходит такой. На следующий день, сэриня идет на работу. Я говорю, ты чего не идешь-то? Он говорит, да, все закончилось с работой. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, ну так-то. А у меня муж, он такой радикальный был. У него не было полутонов никаких. И тот ему что-то там, ну, короче, сказал какие-то неправильные фразы, слова, которые говорить нельзя. Он ему муж просто и все. Он ему так нарезал, что того увезли. И мне потом пастор. Вау! Я там думаю, ехо-мое. Кто на кого повлиял? У кого сильнее? У того брата верующего. Я ему потом еще к одни братьям. Такие братья солидные. Мужья этих лидеров церкви. Один из них уже к пожертвованиям призывал. Не буду говорить фамилии. Галя поймет, о ком я говорю. Один рыбак, второй там бизнесмен. Кстати, уже, по-моему, нет его. И факт тот, что я думаю, что все, сейчас познакомлю этот с этим на рыбалку. Он на рыбалке, то он ему опять про Господа же начнет говорить. Тот с рыбалки приезжает, вот так у глаза, ой, цветет калина. Я говорю, что ты такой, ты где был-то? Он говорю, как, дед, с братом своим во Христе. Я говорю, мама дорогая. А тот понял, что своим можно. Смотрю, у меня домашняя группа, тот. Тихо-тихо, только не так, только просто не говори. Пузырь достает и на кухню. Я говорю, вот брат во Христе привела, чтобы спасал бы его. Еще один спаситель. Потом в церковь привяжу его опять. Говорю, вот эти братья. Он говорит, ну да, братья, хорошо только, чтобы они сами сигареты покупали. Я говорю, в смысле? Он говорит, да заколебались уже. Говорит, и стреляют, и стреляют у меня. И стреляют, и стреляют. И вот так у меня постоянно были такие вещи, такие глубокие переживания. Заколеб, я начала говорить, ты скажи, как мы сюда пришли? Как мы сюда пришли? Как мы сюда пришли? Я к тому, что, вот понимаете, это горе христианства называется. Понимаете? Вот по-другому его не назовешь. Мы пытаемся как-то, ну вроде, я потом, ну просто посадила. Понятно, братья мне неудобно. Чего я женщину, пойду братья, я же он посадила. Двоих я говорю, слушайте, работайте со своими. Что-то я ничего не пойму. Один пузырь приносит, второй сигарет. Причем, знаете, в чем еще фишка? Он говорит, стреляют, ладно. А мой юморист был, он говорит, я вообще прикалуюсь над твоими братами, они такие у тебя крутые. Они стояют и говорят, да я тебе блок потом куплю. А я вот всю штуку, даже тут день на столе. Я говорю, слушайте, хватит, вы что позоритесь вообще? Скажите своим мужикам, или пускай действительно свои покупают. Или если сказали, что блок Мальборокупен, ну тогда это было, там круто, такие круто. Тогда пусть покупают, потому что, ой, хоть и грешки, но слово свое всегда держат. А ваши-то я не пойму, что они тогда трекают языком, пусть вообще ничего не говорят. Пусть стреляют и стреляют, пусть говорят спасибо, идут курят после служения. После того, как призвали, хорошо, пожертвовали, и за угол вперед. И вот таких переживаний было столько, а знаете почему? Потому что в христианство играли. Потому что слово Божье не было для нас прямым руководством к действию. И я тогда на этом фоне выглядела как, я не знаю, я и группа прославления. Мы какие-то вечные кунтари были. Потому что все в одну сторону, мы в другую. А мы недовольны, нам мало, а мы еще хотим, а мы откровение хотим. А мы поклоняться, а мы делиться хотим. Ну и в один прекрасный момент нас послали. Мы получили посланничество. И слава Богу, до сих пор не жалею. Потому что когда мы думали, а вдруг это пункт, а вдруг еще что-то к одному великому помазаннику приехали. Говорим, что делать, вот без благословения же вроде как нельзя. Надо же, ну если все по форме. А он говорит, мы говорим, надо же, чтобы мы посланничество получили. Он говорит, ну а как у вас обстоят дела? Говорим, да нас вот уже в принципе-то послали. А он говорит, ну что вам так-то надо? Вы же получили посланничество. Вот идите. И все. Слава Богу за свободу у человека нерелигиозного. И с тех пор, с тех пор, вот эта вера, да, которая тогда у меня была безумная в Христоразе, она все время подвергалась такой, знаете, обработке. Сначала меня долго убеждали о том, что ну не всем такую веру, сестра. Ну не все вот так. Я говорю, так вот же Слово Божие говорит. Ну, Слово Божие, это Слово Божие. Я говорю, так мы же должны... Ну, Иисус, ты захотел. Это Иисус только мог исполнить Слово Божие. А для нас это слишком трудно и тяжело. И убеждали меня, убеждали. И знаете, я сломалась в какой-то момент. В какой-то момент я действительно поверила, что... А что это как-то вот такой узкий путь я все время людям предлагаю? Только Слово, и только Слово, и только Слово. Но внутри меня всегда было вот это неутовлетворение. Внутри меня всегда, даже если мне приходилось смиряться с тем, что люди, которые должны быть рядом со мной, выбирали не быть рядом со мной. Когда нужно было быть в церкви, они выбирали уезжать куда-то. Когда нужно было помогать в служении, они выбирали дома свои. Когда нужно было приносить жертву в том же поклонении, они говорят, нет, мы не можем, у нас свои задачи, у нас свои проблемы. Или даже не проблемы, а просто у нас, вот знаете, у нас свое расписание. Мы не живем расписанием церкви, а мы живем своим расписанием. Знаете, на какое-то время я сказала, ну что ж, ладно, я ж не могу людей заставлять. Я стала таким добрым пастырем, да, а в каком-то смысле я думаю, что это не полезно. Вот сейчас я понимаю такую вещь, да, нравится людям, не нравится людям. Я хочу, чтобы все, что у меня внутри есть, было вынесено наружу. Знаете, что это означает? Это означает, что я злая бываю, я ругаюсь, я говорю радикальные вещи, я говорю вещи неприятные. И многие годы я жалею людей, чтобы не сказать им это, и понимаю, что я их не тренирую. И если я чуть-чуть повышаю голос, они почти в оборот. А если я на них постоянно повышала голос, они давно уже привыкли. Уже бы стали жестенькими такими, уже бы натренировались, правда? Потому что нам-то надо растить кого? Воина! У нас должна быть армия в Иисусе Христе, а не институт благородных девиц. Аминь! Поэтому хотите, обижайтесь, хотите, нет. Я буду жесткой. Я знаю, что кто-то скажет, наконец-то, но на самом деле, на самом деле, я очень благодарна Ивану за его приезд. Слово, Слово, это то, что определяет все. 2 Петра 3 глава 5 стих говорит, в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. Словом Божьим Бог сотворил небеса. Словом Божьим Бог творил видимое и невидимое. Это происходило именно Словом. И почему мы должны сейчас с вами очень глубоко подумать о Слове? Да потому что нет другого инструмента для влияния и изменения наших жизней в Слову Божью. Слышите? Единственное, что мы с вами можем взять как работающее, это Слово Божье. И когда я понимала, что люди, говорящие, я познаю истину, они хотят на самом деле познать Бога, нам нужно понимать такую вещь. Только тогда, когда я познаю Слово в себе, внутри, я на самом деле становлюсь представителем Божьим. Вот как вчера сказал Иван, кто я? Я так сначала думаю, почему он все время говорит всем, я Сын Божий. И женщины тоже, я Сын Божий. Я приятно говорю, я дочь Божий, да? А потом я поняла, не, я тоже Сын Божий. Кто понимает, о чем я говорю? Почему я Сын Божий? Потому что внутри меня Христос. И если Иисус во мне Сын, я тоже Сын. Как бы это ни было странно для моих мозгов, но я Сын. Я Сын Божий. И на самом деле, чтобы я поняла, что значит Бог есть Слово, я могу точно так же сказать, я есть Слово Божье. Потому что Христос это Слово. И я хочу, чтобы вот эту новую концепцию вы взяли себе в жизнь. Если ты на самом деле верующий в Евангелие, то ты есть Слово Божье. Аминь! Аминь! Ты есть Слово Божье. И именно, когда ты и есть Слово Божье, вот это Слово Божье, которым ты стал, которое воплощается через тебя, ты и начинаешь влиять на все обстоятельства. До тех пор, пока ты не сделал эту самую идентификацию. Кто я? Я есть Слово Божье, живое. Ты не можешь быть Словом, которое проникает до разделения души. Ты не можешь быть Слово Божьей. Ты не можешь быть Слово Божьей. Ты не можешь быть Слово Божьей. Ты не можешь быть Слово Божьей.